МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот он, этот журналюга. Сможешь его уложить? Расплюнуть. Ну, с Богом. Катюша, доброе утро. Получил от тебя сегодня ночью странный СМС. Девочки, приезжайте, у меня винишко. Перепутала. По какому поводу было веселье? Вчера была дата, которую я всегда отмечаю. Тебе не понять, ты же не девочка. Интригуешь? А если я угадаю, что ты вчера отмечала, на свидание со мной пойдешь? Если с первого раза, то я согласна. Договорились. Но надо подумать. Сейчас к нам клиентка придет. У клиентки дочь, пловчиха. Выиграла городские соревнования на короткой воде. Потом у дочери обнаружили допинг. И, соответственно, дисквалифицировали. А мать, конечно, уверена, что ее дочь чистая. Угадала. Пообещал клиентке, что раскроем это дело за три дня. Ничего не за три часа? Потому что кто-то вчера очень хорошо отдыхал. Мою дочь вчера не медали лишили, а будущего. Вот. Это прошлое соревнование. Сняли со спартакиады. Ларе плохо, а мне еще хуже. Я ведь ее тренер. Из-за ноги пришлось бросить спорт и уйти в тренерство. С первого дня мечтала найти ученицу, которая будет побеждать. И ваша дочь оказалась именно такой? У Лары идеальные данные. И вообще все шло идеально. До вчерашнего дня. Что за препарат? Мельгидродок. Продается в любой аптеке без рецепта. Есть предположение, как Мельгидродок мог оказаться в пробе вашей дочери? Без понятий. Я лично слежу за всем рационом Лары. Мы вместе покупаем, готовим. Даже воду Лара пьет только из бутылок одной марки. Пробу могли подменить? Вначале я так и решила. Но сегодня Лара пересдала. В частной клинике подтвердился Мельгидродок. Я не знаю, чьих рук это дело, но я обязана узнать. У Ларисы есть враги? Только конкурентки. Главное, Оксана Бахова. Вначале они с Ларой очень дружили, пока Лара не стала ее обгонять. Угу. А кто вчера занял второе место? Оксана. Соответственно, ей отдали первое. Да, Лар? Что? Я сейчас приеду. Лару покалечили у школы. Что-то с ногой. Господи. Я вас отвезу. Инфу по Оксане собери. Ларочка, девочка моя. Что случилось? Что с ногой? Мам, я вообще не врубилась, что произошло. На тренировку шла, подхожу к школе. Вдруг сзади бак, и я уже на земле валяюсь. Короче, сумасшедший курьер на меня на электровелике наехал. Вы курьера запомнили? Неа. У меня не до него было. Искры из глаз полетели от боли. Мы это так не оставим. Мы его найдем и засудим. Как? Этот урод смылся, даже его лица не заметила. Да фиг с ним. Очень больно, мам. Валька мимо проходила. Она побежала за помощью к Буханчику. К Буханчику? Это наш спортивный врач. Да что Антон может сделать? Нужен рентген. Возможно, МРТ. В травмпункт надо ехать срочно. Отвезете? Конечно. Мама, это кто? Привет, я Володя. Владимир – частный детектив. Он нам поможет выяснить, кто тебе допинг добавил. Только никому ни слова. Растяжение связок голеностопного сустава в результате падения с концентрированием основной нагрузки на голеностоп. Лара, ну как же так? Я же учила тебя правильно падать. Мам, я что, специально? Все неожиданно случилось. У меня нога мерзнет. Поехали домой. Да они там что, одурели? На три месяца исключить физические тренировки? Где их только медицине учат? Ты что, они вообще в спорте понимают, идиоты? За три месяца ты всю форму потеряешь. Не переживай. Будем сухим плаванием заниматься. Растяжкой и развитием гибкости плечевых суставов. Пока нога не заживет. Володя, спасибо. Я Лару домой на такси отвезу. Занимайтесь своими делами. Вернее, нашими. Ларис, а Оксана могла подмешать допинг? Я не знаю. Что ты не знаешь? А кто мне на последней тренировке на питьевую воду жаловался? Лара сама сказала, что у воды какой-то вкус странный. Сделала два глотка и выкинула бутылку. Бутылку где держали? В шкафчике. Да там такой шкафчик. Одно название скрепкой открыть можно. Мы пошли. Занимайтесь нашими делами. Что-то по Оксане есть? Да, у Оксаны есть свой блог. Юная пловчиха активно пытается его раскрутить. И очевидно, там есть подзамочные записи только для друзей. Откуда знаешь? Ну, Оксане 13 лет. В этом возрасте у всех девочек есть секреты, которыми они делятся между собой. Как будто у взрослых девочек нет секретов, которыми они делятся. Кстати, вопрос по нашему спору. День, который ты вчера отмечала, как-то связан с мужчиной? Допустим. Вернемся к Оксане. Так как она заинтересована в пиаре, я договорилась с ней об интервью. Ты независимый журналист интернет-портала «Вестник со спортивных полей». Оригинально. Интервью через час. «Вестник со спортивных полей». «Вестник со спортивных полей» Субтитры создавал DimaTorzok Оксана! Добрый день, я Владимир, мы созванивались. Спасибо, что согласились на интервью. Сейчас диктофон включаю. Итак, начнем с твоего триумфа. Как сама оцениваешь схватку с Ларисой? Да какая схватка? Я всегда ее обгоняла. Всегда? Ну, пока она допинг жрать не начала. А Лариса давно на допинге? Слушайте, я за этой лузершей не слежу. Вы у меня пришли интервью брать? Ну так задавайте вопросы про меня. Справедливо. Тогда главный вопрос. Какие планы? Порвать всех. Сначала в России, потом на мире. Оксана, у вас очень популярный блог. Может быть, в друзья добавите? Да не вопрос. Пишите контакт. Добавлю. Спасибо. В смысле, все? Ну да. Клиповое мышление. Никто не хочет много букв читать. Но я еще фоточки ваши добавлю в интервью. Будет супер. Ну ладно. Да, Оксана в блоге от них от Халимы. Всех недовольных она блокирует. Особенно тех, кто высказывается в поддержку Ларисы. А в закрытых записях ничего интересного. Обсуждение мальчиков девочками. Если Оксана как-то замешана в этом деле, она должна где-то проколоться. Ты это видела? Мы помогаем тренеру Рите. Ее дочь Ларису, пловчиху, дисквалифицировали в результате положительной допинг-пробы. Рита уверена, что Лариса допинг не принимала. Победу отдали конкурентке Ларисы, Оксане. Оксана сказала, что узнала о дисквалификации Ларисы из официальной смс-рассылки, которая была на следующий день после соревнований, 25-го числа, ровно в 3 часа дня. И в этот же день Оксана делает пост. На время посмотри. Я очень сомневаюсь, что Оксана написала такой объемный пост за пару минут. Я тоже сомневаюсь. У нее в коротких постах больше ошибок. Она явно его редактировала, либо прибегала к помощи искусственного интеллекта. Оксана, это Володя из... Вестник со спортивных полей. Мне тут странное видео попалось. Девушка, очень похожая на вас, что-то подливает в бутылочку Ларисы. Можете это как-то прокомментировать? Да что за бред? Ничего я Лариске не подливала. Я понял вас. Ну что ж, я предупредил. Тогда выкладываю видео без вашего комментария. Подождите. Давайте встретимся, я все объясню. Только не по телефону. Завтра вечером в семь. В парке у школы. Локацию скину. Вот он. Это журналюга. Сможешь его ложить? Расплюнуть. Ну, с Богом. Эй, журналист, иди сюда. Иди сюда. Привет. Твой парень? Это брат мой. КМС по боксу. Оксаночка, сначала ответы. Телефон с видео. Гони, я сказала. Мы так не договаривались. Тихо, 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 тихо. Все, 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 понял. Видео. Будет вам видео. Спокойно. Казин! Одно неверное движение. Видео улетит в скольный чат. Ясно? Да это бред какой-то. Они сказали мель-гидродок. А я, Ларки, вообще трусидим сыпала. Трусидим это что? Да бабкам после инфаркта назначают. Без рецепта. Но тоже за допинг считается. Только почему вместо него этот мель-гидродок нашли, я не врубаюсь. Потому что Лара мало твоего трусидима скушала. Пару глотков. Значит, в мель-гидродок кто-то другой подмешал? Да не кто-то. Она же безумный доктор. Видео сотрете? Да не было видео. Офигеть. Вы что, меня развели? Да если бы не ее мамаша, Лариса бы вообще никакой разряд не получила. Она ее за уши тащит. Все для нее. Индивидуальные тренировки, массажист. А на меня вообще наплевать. Еще тренер называется. И Буханчик перед ней на задних лапках скачет. Перед Маргариткой выслуживается. Александр, да ладно, не плачь. Все чем? Не надо. Вали. Ладно, вали так вали. Ты звонишь, что зови. Почему ты решила, что допинг добавил ваш спортивный врач? Да Буханчик в мать Лариски давно влюблен. Но у Риты Михайловны в голове одни спортивные успехи дочери. То есть ты решила отомстить через дочь? Ну да, было у нас с Антоном пару раз. На соревнованиях в другом городе. Он такой зануда, что ему проще дать, чем отказать. Потом вы его отвергли? Я Антону сразу сказала, что мне не до серьезных отношений. Так что все по-честному. В тот день Буханов мог ввести допинг Ларисе? Нет, это исключено. Да, мы были у Антона в тот день. Я его попросила сделать Ларе укол перед стартом. У нее болело колено. Иногда с ней такое случалось, но я всегда все контролировала. Тишина! Начинаем тренировку. Разминка в воде 300 метров. Туда плывем брасом, обратно кролем. В спокойном темпе. Начали! Что за укол? Обычный анальгетик. Все, как всегда, он не запрещен. Сначала Антон набрал в шприц физраствор, а потом препарат. Ампулу видели? Естественно. Я же говорю, что я всегда все контролирую. Буханов достал из сейфа раствор. Он не в ампуле в бутылке. Почему из сейфа? Я не знаю. Но Антон всегда часть препаратов в сейфе держит. Может, боится, что кто-то украдет. А мельгидродок бывает в жидкой форме? Конечно. Лариса, какие-то необычные ощущения после укола анальгетика были? Который Буханов сделал перед соревнованиями? Да вроде нет. Укол как укол. Мышцу. Вопрос. Зачем Буханов прячет безобидный физраствор в сейфе? Кому нужно воровать физраствор? Это даже не спирт. Чего его прятать-то? Нашла при анальгетике. По инструкции, если их делают в мышцу, то на физрастворе их не разводят. То есть Буханов развил нашу риту? Не факт. На практике некоторые врачи все-таки разводят лекарства и даже в мышцу. Зачем? Таким образом, некоторые врачи уменьшают риск последствий возможной аллергической реакции. То есть при медленном введении разбавленного препарата можно заметить аллергическую реакцию на меньшей дозе и вовремя прервать введение. Подождите. Вы говорили, что у Ларисы периодически болит колено. Если это не первый укол анальгетика, то смысл проверять на аллергическую реакцию? Пожалуйста. Девушка, мне правда не до вас. У меня совершенно нет времени. А я много времени не займу. Наша компания выпускает гели и анальгетики специально для спортсменов. Девушка, мне не нужны специальные. Я использую самые обычные и доступные. Я с вами полностью согласна. Антон Вячеславович, но помимо цены важна же и эффективность. А тут уже есть нюансы. Например, когда вы колете в мышцу, вы же разводите анальгетик? Я что, идиот? Делать лишнюю гематому спортсмену? Да не трогайте там ничего, пожалуйста. Просто некоторые разводят. Страна дураков. Что я могу? Антон Вячеславович, наша компания очень заинтересована в сотрудничестве с такими думающими врачами, как вы. Девушка, я домой еду. Выйдите из кабинета. Что вам еще? А это мой начальник? Он сейчас вам все объяснит? Мы частные детективы. Нас наняла Рита Михайловна. Мы считаем, что это вы ввели допинг ее дочери. Вы что, долбанулись? Интересное предположение. Но на вопросики придется ответить. Я вижу, вы не отстанете. Ладно. Давайте поговорим где-нибудь еще. Здесь много ушей. Риточка сначала угробила своего мужа, потом меня. А что значит угробила? В моральном плане, конечно. Все соки из него выпила и вышвырнула. А я потеряла за нее семью. Рита, как самка богомола, за любовь готова отгрызть вам голову. В смысле? Рита требовала от меня полного подчинения. Я год, как тюфяк, выполнял ее команды. Она меня к себе подпустила, а потом отшила. А я продолжаю ей прислуживать. И ничего с собой поделать не могу. Так что все-таки было в бутылке с визраствором? Мы помогаем тренеру Рите. Ее дочь Лариса Пловчиха была дисквалифицирована в результате положительной допинг-пробы. Рита уверена, что Лариса допинг не принимала. В день соревнований врач Буханов сделал Ларисе обезболивающий укол. Рита отвергла ухаживание Буханова. Возможно, Буханов отомстил Рите, а вколов допинг Ларисе. Не понимаю, о чем вы. Я вел анальгетик без раствора. Тогда, может, пойдем проверим сейф? Знаете что, любезный, идите-ка вы к черту. Что-то мне подсказывает, что доктор еще сегодня вернется. Камеру удалось у него в кабинете установить? Да. Черт. Весь обзор нам закрыло. Но камера пишет звук, и я услышу, когда Буханов откроет сейф. Наверняка доктор за нами сейчас следит. Главное, чтобы он убедился, что мы уехали. Господь наделил меня даром знать, где находится сосуд с допингом. Кажется, он у вас в сумке. Что вы хотите? Вызвать полицию. Чтоб вас обыскали и решили, можно верить моему дару или нет. Если вы позвоните, то хуже будет только Ларе. Если они будут знать, что искать, то у Лары эти вещества обязательно найдут. Давайте поговорим в кабинете. Только там не мельгидродок. Не мельгидродок? Эффект мельгидродока преувеличен. К тому же его хорошо выявляют. А что тут? Аналог тестостерона. Он разлагается до компонентов, на которые в России пока нет реактивов. Я привез его из зарубежной командировки. Почему решили попробовать на Ларисе? И очень интересно, что скажет Рита, когда узнает. Да вы ни черта не понимаете! Это все ради Риты. Ради нее все. Да если хотите знать, только благодаря мне Лара стала делать успехи в спорте. Хотите сказать, вы давно вводите этот препарат Ларисе? По чуть-чуть. Без побочек. Верное средство. Да я мечтал, когда Лара станет чемпионкой, я расскажу об этом Рите. Я надеялся, что она это оценит. Вряд ли Рита оценит то, что вы ставили эксперимент над ее дочерью. Рита. Спасибо. Оксана добавила трузидим в бутылочку Ларисы. Вот дрянь. Лучше бы Оксанка себе допинг добавила, чтобы плавать быстрее. Буханов ввел аналог тестостерона. Кто же добавил мельгидродок? Правильно, никто. Точнее, Лариса сама его приняла. Ведь дети хотят жить своей жизнью, а не мечтами родителей. Лара, ты правда это сделала? Зачем? Я же столько сил в тебя вложила. Я жила ради тебя. Все тебе посвятила. Господи! Ты же все разрушила! Все наши планы! Все наши мечты! Твои мечты, мам! Ты меня даже не спрашивала, мам! Маму! Прости. Я очень тебя люблю. Правда, мама. Спорт это ненавижу! Я не могла тебе в этом признаться. Расстраивать не хотела тебя. Поэтому все это и придумала. Прости. И ты меня прости, доченька. Я же хотела как лучше. Видимо, перестаралась. Пожалуйста. Спасибо. Вам большое спасибо. Я же говорил, что раскроем это дело за три дня. И правда. А как ты догадался, что это Лариса? Если человек морщится от медали, но сияет от куска пиццы, это что значит, что медаль ему даром не нужна? А знаешь, кто Ларису пицей угощал? Кто? Курьер на электровелике. У них роман. Лариса сама спланировала наезд на себя. Я думаю, что он просто пытался загладить свою вину. Вкусно пахнет. В эпикризе Ларисы есть фраза. Травма, полученная в результате падения, с концентрированием основной нагрузки на голеностоп. То есть Лариса готовилась к наезду. Угощайся. Какая ушлая девушка. Далеко пойдет. А отгадывать дату и звать меня на свидание ты не собираешься? Ты отмечала день, когда тебе впервые сделали предложение выйти замуж. Считаешь, что это свидание? Подожди, как догадался? Ты сама мне в СМС ночью все написала. То есть ты все знал заранее? Ну ты, гад. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...